Дончанину Сергею Сухомлинову сегодня уже завидуют, а ведь раньше посмеивались. Он покупал новых молочных коров в тот момент, когда другие вырезали свои стада. Не вырезали, потому что есть чутье. Я видел о том, что производится молока все меньше, а оно всегда будет востребовано, ну в конце концов, на детское питание, экологически чистое молоко. Не все ж маргарины есть пальмовое масло. Но больше всего директор гордится зерном, которого, к слову, на Дону и на Кубани в этом году собрали как никогда много. 47 дней без дождя пережить тяжело, но результат уборки того стоит. Второй – хлеб. Картошку, оказалось, тоже можно с успехом выращивать на юге, если организовать все по уму, говорят аграрии. А тем, кто предпочитает картофель заграничный, потому что он чистый, отвечают – мы и помоем. Да и бог с ним, с этим французским картофелем. Смотрите, у нас какой картофель. Мы когда-то сажали на весь район 500 гектар картофеля, а сейчас только наше одно хозяйство 500 гектар сажает. Обеспечить смогут. А вот с какими ценами? Попытки воспользоваться ситуацией. Извинтеть их в регионе собираются пресекать. На Кубани уже создали оперативный штаб. Ценники на социально значимые продукты и на рынках, и в крупных торговых сетях держат на контроле. В Ростовской области мониторинг ведет в департамент потребительского рынка. Мы будем очень внимательно смотреть за обоснованностью роста цен. Каждый такой факт будет предметом внимания органам власти. Эти помидоры с поля идут до 10 рублей за килограмм. На столичных ценниках цифры в 100 и выше, так что богатеют явно не те, кто их вырастил. Но даже при таком положении вещей, на первый взгляд, арбузная. Астрахань – лидер по производству в России томатов. Только прежде часть урожая невостребованной гибла на полях. Сейчас нужно будет планировать собрать все, потому что спрос пойдет. Сейчас вот еще неделька, и они все к вам будут бегать сюда-сюда, брать. Это овцы мясной породы. В Атаре чуть больше сотни. Спрос на продукт есть, но зарубежные поставщики до недавнего времени составляли серьезную конкуренцию. Теперь руководитель одного из кубанских хозяйств серьез подумывает о том, чтобы увеличить поголовье. Мы можем расширяться и не бояться, что у нас там проблема будет со сбытом мяса. Это серьезная проблема. А этот указ открывает нам ворота. В гипермаркеты в том числе. Ворота в гипермаркеты санкции могут открыть для многих производителей. Прежде всего, средним и мелким ферберским хозяйством. В прошлом году Кубань стала второй по производству молока в России. Регион помогает восполнить дефицит продовольствия в Крыму. Ввозим колбасы, консервы, крупы. Аграрии уверены, развиваться в условиях ограниченного импорта им будет проще. Но наращивать объемы смогут только при государственной поддержке. Вот смотри, какие яблоки. Вот смотри, еще чуть-чуть покраснеют. Рисовод Сергей Казенек. Сад держал просто, как уважающий себя хозяин. Сегодня за яблоками к нему идут не только соседи, земляки, но и оптовики. Заявки на продукцию шлют еще до того, как поспел урожай. За один день развить производство невозможно. Кто смотрел на перспективу, он его развивал. Кто смотрел только себе под нос, он уже давно обанкротился. Панорама кажется бесконечной. Словно ряды фруктовых деревьев и саженцев занимают не кусок земли в окрестностях Славянска на Кубани, а всю планету. Площадь хозяйства под названием «Сад-гигант» более 22 тысяч гектаров, самой крупной в Европе. В основном именно здесь наполняется большая кубанская корзина, которая обеспечивает фруктами Краснодарский край и составляет 50% выращенных в России плодовых культур. Заменить весь импорт прямо сейчас Кубань не сможет, но половину попробует. Кубанские производители обеими руками «за» и готовы хоть сейчас в разы увеличить объемы выращивания фруктов и ягод. Правда, без должного уровня господдержки, конечно, нам не справиться. И нужны долгосрочные инвестиции, длинные кредиты, субсидии. Ведь, конечно, вырастить урожай, хороший урожай – это только полдела. Нужно еще и сохранить его и довести в лучшем виде до покупателя. А для этого должна слаженно работать целая инфраструктура. Это фруктохранилища, это лоистические центры, чтобы на большой рынок смогли попасть и средние производители, и фермеры. Да, это все в том или ином размере на Кубани есть, но, как вы понимаете, все рассчитано на нынешние объемы потребления. А если их увеличить в два-три раза, то и инфраструктуру тоже надо менять, и увеличивать в разы. В сжатые сроки, исключительно за счет собственных ресурсов, с решением этих задач не справится ни один регион. Даже такой мощный, передовой, как Краснодарский край. И для нас, конечно, очень важно, что правительство Российской Федерации это понимает и готово оказывать нам поддержку. Кубанские фрукты, творог, колбасы, донская селедочка, астраханские помидоры, растительное масло и многое еще, чем богат юг России. Государству стоит лишь поддержать смекалистых, рискованных, терпеливых. Те, кто раньше других, принимает нестандартные решения, сажает сады, заводит стада, вкладывает в дело все заработанное. Яна Москаленко, Вероника Богма, Антон Кичиджиян, 9 канал.